Вчера в районе 13.50 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием личный состав армянских позиций на участке Норабак, Гегар-Куникская область Армении. Пострадавших нет. Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мартокерцком, Шушинском районах Арцаха. Подтвержденное число погибших арцахцев в ходе последних событий – 220 человек, не считая пропавших без вести. А на месте взрыва склада горючего обнаружены тела и останки более 170 человек, опять же, не считая пропавших без вести. Семь коммерческих банков Армении, действовавших в Арцахе, сейчас проводят инвентаризацию возможных проблем клиентов. Правительство Арцаха, в свою очередь, должно армянским банкам более 478 миллионов долларов. Теперь либо правительство Армении возложит эти суммы на плечи банков, либо возьмет на себя, за счет увеличения госдолга. Япония приняла решение предоставить экстренную безвозмездную помощь в размере 2 миллионов долларов для вынужденных переселенцев из Арцаха. Комиссия по телевидению и радио Армении выявила нарушение положений договора о вещании российских телеканалов в республике. Напомним, что Армения – единственная постсоветская республика, в общественном мультиплексе которой вещают российские телеканалы. Российских каналов нет в общественном мультиплексе таких стран, как Казахстан, которые являются членом ОДКБ и ЕАЭС, или Таджикистан – член ОДКБ, которые также являются союзниками России. Что касается армянских кабельных сетей, то здесь большая часть остается – это российские каналы и русскоязычные программы американских и европейских телекомпаний. Так что нет и речи об ущемлении прав зрителей русскоязычных каналов. Пашинян и Алиев согласились принять участие в трехсторонней встрече в Брюсселе в конце октября, заявил глава Евросоюза Шарль Мишель. Сегодня мы расскажем про фонд инициатив развития Родины, который в настоящее время предоставляет свитера и шапки ручной работы для арцахцев. Homeland Development Initiative Foundation является зарегистрированная неправительственная организация в Республике Армения. Фонд работает над созданием, содействием и развитием устойчивых экономических возможностей в селах, поселках и городах по всей Армении, а также среди уязвимых групп. Фонд «Инициатив развития Родины» дает возможность женщинам, живущим в районах Армении, иметь свой заработок. Женщины с большим удовольствием придут шерстяные шапки, шарфы, свитера и разные декоративные изделия. Фонд создает рабочие места, приносящие прожиточный минимум в армянских общинах и способствует региональному экономическому развитию. «Здравствуйте, меня зовут Тим Страйт. Я основатель фонда «Инициатив развития Родины». Наша главная миссия – обеспечить работу и прожиточный минимум людям, живущим в разных регионах Армении. Мы сотрудничаем с 22 разными организациями по всей стране. В основном мы стараемся включить в программу людей из пограничных районов и переселенцев, которые пережили акт военного насилия. И сейчас мы начали проект, целью которого является оказание помощи и обеспечение работы арцахцев, которые прибыли в Армению». Основная цель фонда – расширить возможности женщин, предоставив им образование и важные навыки, необходимые для достижения успеха в качестве независимых предпринимателей. С момента эвакуации мирных жителей Арцаха работа фонда направлена на предоставление нашим соотечественникам теплых вещей, а именно вязаных шерстяных шапок и свитеров ручной работы. Миссия фонда Homeland Development Initiative Foundation на данный момент – обеспечить арцахцев теплом в новой жизни в Армении. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн проинформировала о подготовке совместного мероприятия ЕС США в поддержку Армении. Также она сообщила, что Европейская комиссия удвоит свою гуманитарную помощь, добавив еще 5 миллионов 250 тысяч евро в виде чрезвычайной помощи к ранее объявленным 5 миллионам 200 тысяч евро для переселенцев из Арцаха. Кроме того, Европейская комиссия работает над дальнейшей поддержкой Армении посредством экономического и инвестиционного плана, который может обеспечить инвестиции в размере 2,6 миллиарда евро. Экономический инвестиционный план уже предоставляет более 413 миллионов евро, включая обширную поддержку Сюника в области социальной защиты и устойчивых энергетических решений. Президент Франции Мануэль Макрон вчера осудил Азербайджан за проведение военных действий в Арцахе, настаивая на том, что позиция французского правительства правильная, даже если Баку считает ее предвзятой в пользу Армении. У Франции нет проблем с Азербайджаном, но у Азербайджана, похоже, есть проблемы с международным правом, сказал Макрон. Он добавил, что санкции против Азербайджана на данном этапе будут контрпродуктивными. По его словам, он глубоко сожалеет, что президент Азербайджана Ильхам Алиев упустил возможность присутствовать на переговорах. Президент Эммануэль Макрон также подтвердил, что пришло время поддержать Армению, в том числе в военном отношении, а также время для справедливых требований. Министр иностранных дел Франции Катрин Кулона вчера в эфире Государственного канала также сказала, что происходящее в Нагорном Карабахе – этническая чистка, и что она подтверждает формулировку, которую сегодня использовал Европейский парламент. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, Евросоюз не должен покупать газ у Азербайджана, потому что Азербайджан является ненадежным партнером послевоенных действий Баку в Арцахе. Об этом заявила журналистом глава Европарламента Роберто Митцоло. Ряд конгрессменов, а также некоторые правозащитные и религиозные организации США на демонстрации, проведенные на Капитолийском холме, осудили этническую чистку со стороны Азербайджана в Арцахе и потребовали от администрации президента США Джо Байдена привлечь Баку к ответственности. Конгрессмен Фрэнк Палоне также выразил уверенность, что следующей целью Баку будет Армения. «Я абсолютно не сомневаюсь, что цель – стереть с карты не только Арцах, но и Армению. Это их цель. Любой, кто думает иначе, по моему мнению, обманывает себя», – сказал Палоне. Конгрессмен Крис Смит заметил, что Алиев должен предстать перед уголовным судом за преступления против человечества, а США должны ввести серьезные санкции в отношении Алиева и его окружения. Конгрессмен Джон Гатхаймер подчеркнул, что необходимо признать, что армяне Нагорного Карабаха подвергались убийству и были перемещены руками Азербайджана, и США не должны быть соучастниками всего этого. В Ереван прибыл еврокомиссар по управлению кризисами Янез Ленарчич. Он намерен обсудить гуманитарные проблемы армян Нагорного Карабаха и посетить центры размещения переселенцев. Талышский район Азербайджана обеспечивает 99% населения региона чаем, 87% цитрусовыми, 78% фруктами и овощами и 48% рисом. И большая часть нефтяных ресурсов режима Алиева также находится на землях талышского народа, который подвергается дискриминации и угнетению. А на этих кадрах реальное отношение Алиева к ветеранам войны в Арцахе. Солдат, воевавший в Шуши, инвалид, получивший отказ от Министерства труда и социальной защиты Азербайджана, теперь продает носки перед станцией метро. Потому что Алиев с барского плеча дает им нищенские 80 монат в месяц. Это что-то около 47 долларов. Это вам, конечно, не дома для дочки в Лондоне скупать. Азербайджанские СМИ сообщают, что началось строительство маршрута Зангизурского коридора через территорию Ирана. Церемония закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры состоялась между Азербайджаном и Ираном в районе поселка Акбенд. Странные эти азербайджанские СМИ продолжать упорно называть коридор, который уже решено делать через Иран Зангизурским, все равно, что называть Алиева не Ильхамом, а Ильей. В Абувяне идет строительство крупнейшего в Армении центра обработки данных. Дочерняя компания Ростелекома вложит в проект около 30 миллионов долларов. Центр обработки данных будет соответствовать международным стандартам, иметь необходимое резервирование систем, что обеспечит бесперебойную работу. Его общая мощность 2,5 мегаватта. Будут запущены 218 серверных стоек с возможностью оперативного наращивания мощностей, а также облачный сервис в 20 тысяч ядер. Новый дата-центр значительно увеличит конкурентные преимущества Армении, дав возможность местным компаниям и госучреждениям использовать современную инфраструктуру. Субтитры создавал DimaTorzok